Здравствуйте! Недавно появились слухи о том, что после начала бракоразводного процесса с Яном Абрамовым, Алсу на протяжении трех недель не удавалось попасть в свою квартиру. Журналисты сейчас выясняют детали этой ситуации. Согласно информации из нескольких источников, бизнесмен без объяснений запретил Алсу входить в жилье, дав соответствующее устное указание охране жилого комплекса. Некоторые источники утверждают, что певице пришлось обратиться в суд, чтобы восстановить свои права на квартиру. И только после получения судебного решения она смогла вернуться домой. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Яна Абрамова, опроверг данные слухи, подчеркивая, что они не соответствуют действительности. Он заявил, что находясь в Москве, Алсу могла пользоваться квартирой. Сообщалось также, что у звезды возникли трудности с доступом на парковку из-за того, что ее автомобиль отсутствовал в списках жильцов. Для въезда на территорию нужно, чтобы номер машины был занесен в базу данных. Система распознавания работает автоматически. Алсу достаточно было сообщить о новой машине в управлении, однако помощница певицы сделала лишь письменный запрос. Находясь в Москве, Алсу никогда не испытывала ограничений в доступе к своей квартире и автомобилю. Управляющая компания может это подтвердить. Все слухи о том, что она не могла попасть домой, недостоверны и распространены недобросовестными журналистами, которые не удосужились проверить информацию, отметил Добровинский. Тем временем, с супруги, которые провели в браке 18 лет, сейчас разводятся, но Ян Абрамов намерен сделать все возможное, чтобы сохранить семью. Кроме того, Добровинский опроверг слухи о неверности своего клиента и его предполагаемых отношениях с бывшей избранницей Тимати Анастасией Решетовой. Вы упоминаете о каких-то слухах? Я о них ничего не знаю, но тоже слышал такие разговоры. Мне сложно судить о мотивах женщины. Нельзя предугадать, что движет Алсу в данной ситуации. Женщины часто принимают решения, основываясь на своих фантазиях или сплетнях. Я знаком с Яном много лет и ни разу не видел его с другой женщиной. Мы встречались в различных местах, клубах, ресторанах, на отдыхе, и он никогда не делал замечаний о проходящих мимо женщинах, добавил адвокат. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Всем до свидания.